всем привет и сегодня очередной обзор очередного предмета моей коллекции это будет спайдерка евро edge от али вот он приехал такой коробочке в таком пакетике с пупырышками такой хорошей красивой мягкой сумочки внутри мягким велюром таким дополнительно ну и сам собственно нож я посмотрел от оригинала он отличается заявленными техническими параметрами незначительно такими как я намерил длину клина 97 9 десятых миллиметра на сайтах продаж укажем указано 100 толщину я намерил в обухе 3 9 указано 4 миллиметра рукоять указано 128 я намерил 125 и общая длина 227 намерил 223 во всем остальном он практически полностью повторяет оригинал за исключением пожалуй вот я заметил два нюанса один это вот этот паучок он располагается немножко ближе к этому гринду на оригинале и за счет этого тут как бы получается шире пространство и он как бы выглядит большего размера и текстура g10 на картинках сайта продаж кажется более другой немножко отличающийся отличающийся по по рисунку и даже какой-то более глянцевый что здесь она совсем матовая во всем остальном я полагаю он точно такой же за исключением конечно же стали тут указано сами понимаете тут все атрибуты абсолютно повторяющий оригинал этшим дизайн сталь указанная на сайте продаж мне не известно потому что я покупал на магазин в магазине на котором этот предмет указан как доплата стоимости перевозки товара я вам дам ссылку на видео одного ножа мана на в описаниях видео которого как раз и есть ссылка на эту продажу и в своем видео он объясняет как этот нож на этом магазине купить продавец очень ответственный для обработки он заявил какое-то неимоверное количество дней что-то вроде типа 48 для обработки заказа после этого заказ был обработан течение там по 3-4 дней и приехал в роттердам меньше чем за три недели я считаю что это очень удачно и обошелся мне в 35 евро учитывая то что эта модель вообще отсутствует кроме одного магазина в европе в продаже она снята с производства даже на американских сайтах она есть по всему только на ибэе вот и какой-то французский сайт в европе продает его за 430 евро ну поэтому как бы я считаю что за 35 такая реплика даже плевать из какого металла будет очень достойным лотом в моей коллекции потому что к спайдером я отношусь очень очень странно в отличие от большинства ножеманов которые как я знаю в спайдере очень любят мне они не нравятся вот эти вот это вот крысообразной головой и носом вот таким этих резаков также ручками из фарен ужасно выглядящими но этот я решил приобрести потому что он на спайдер не похож вообще кроме конечно паучка и спайдер холла спирпоинт с потрясающим исполнением смысле гриндов посмотрите какие долл и интересные посмотрите какой интересный гринд который заходит также на часть долл а и тут он прерывается продольный сатин ближе к осевому узлу какой-то я бы его назвал диагональный на фальш лезвий и спусках здесь точно так же клипса я не знаю какая она оригинальна на довольно таки в меняемой жесткости она гладкая поскольку g10 абсолютно гладенький но немножко шершавенький совсем чуть-чуть такой как бы то есть он даже не шершавая какой-то сухой но совершенно не скользящий очень интересная текстура насчет осевого узла я не берусь сказать что там возможно что и подшипники потому что ходит он очень и очень мягко инерционно сожалению он не вылетает видимо клин все-таки легковат для этого ходит он в 8 узле очень мягко лайнер заходит на первую треть лайнер без каких-либо насечек очень гладенький мягкий и приятный все работает идеально лезвие по центру вы знаете даже ну как бы вы уже бы наверно привыкли к моим обзором что я обычно домахиваясь до каких-то недочетов нюансов которые меня в чем-то не устраивают это же реплика мне устраивает полностью по всем параметрам я не считаю что тут нужно что-то дорабатывать более этого и не считаю что тут что-то можно было бы поменять изготовителем и дизайнером это очень хорошая красивая элегантная вещь в себе правда конечно немножко непонятно будет ли он поименим как едисичник потому что довольно таки большой клин тому же вообще сперпоинт который напоминает реально кинжал только с фальш-лезвием не знаю кем будет использоваться в качестве едисичника а как полочник для колец это превосходный лот так вот разложить поставить на какие-то подпорки и это будет великолепная красота хоть и на полочке честно говоря вот сейчас я себя слушаю и как-то даже монолог не складывается а потому что не о чем говорить вещь в себе вещь прекрасная если можно было здесь ругаться матом на этом канале ну наверное таки можно но я не хочу не буду этого делать вот я бы сказал что вещь просто превосходная особенно учитывая то что ее сейчас нигде не купить поэтому я не буду говорить вам покупайте оригинальные изделия а я вам в описании дам ссылочки на другие магазины на али которые я нашел уже после того как заказал этот а также дам вам ссылку на видео товарища который указал у себя в описании ссылку по которой я его купил и уже там будете решать сами по каким ссылкам вам покупки совершать и каким образом на этом пожалуй все можно было бы 4 замутим мы попробую сейчас конечно вот какая-то бумажка есть у нас довольно жестко режет в общем-то что там брить ну вижу даже бреет так что вот такая классная вещь до встречи на моих обзорах читайте описание пока